Здарова, друзья! В эфире YouTube Radio Plushner Factory, и сегодня вы узнаете, как монтировать на телефоне. Мы разберем монтаж в программе KineMaster и как я это делаю. Зачем вам монтаж на телефоне? Ну, сейчас такое время, что контент достаточно быстрый, нужно делать все на ходу. Что-то сняли, смонтировали, выкинули в соцсетки, в TikTok, в Instagram, даже на YouTube. Многие каналы уже давно именно так и живут. Коммерческий контент, поверьте мне, его тоже делают на телефоне, потому что снова нам нужна скорость и гибкость. В общем, к концу этого видео вы точно будете знать, как монтировать на телефоне, и сможете там сделать практически все то же самое, что на вашем компьютере. В профессиональной программе типа Adobe Premiere или DaVinci. Погнали, покажу! Приложение условно бесплатное, чтобы удалить вводный знак с видосов, придется заплатить 299 рублей в месяц. Здесь мы видим кнопки YouTube Кайнмастер, TikTok Кайнмастер. Там разные туториалы и есть вообще полезный разный став. Нас интересует кнопка «Начать новый проект». Разрешаем доступ ко всем фото, выбираем то, в каком формате мы хотим создать видео. Как видите, здесь очень удобно. Форматы сразу разбиты под самые популярные социальные сети. Я создаю видео для YouTube, поэтому 16 на 9. Если вам нужна Insta или TikTok, например, то 9 на 16. Вот так выглядит интерфейс. Давайте по порядку. Отсюда мы можем загрузить как наше видео, например, то, что я подготовил для этой серии. Либо видео, которое предоставляет сам Кайнмастер. Здесь вы сможете найти зеленку, фоны, различные эффекты. В общем, здесь придется покопаться самому и можно найти много интересного. Нажимаем «Окей» и вот наш видос, который я специально для вас записал. Кнопка «Аудио». Отсюда мы можем выбирать музыку, звуковые эффекты, записанный звук, как, например, в моем случае. Либо же вы можете записать голос прямо на ходу. Собственно, отсюда вы можете загрузить музыку, которая есть у вас на телефоне. Либо нажимаем кнопку «Магазин». Ищем бесплатную музыку, которая вам понравится. Скачиваем ее и используем. Музыка установлена в Кайнмастер. Заходим вот сюда, выбираем ее и добавляем. Таким образом, у нас теперь есть видео с музыкальным треком. Кнопка «Слои». Отсюда вы можете делать различные эффекты, такие как текст, например. Все управление интуитивно понятно. То, к чему вы привыкли, когда работаете со своим смартфоном. Двумя пальцами изменяем, как нам заблагорассудится. Можете использовать шрифты, которые уже есть в системе, либо скачать что-то поинтереснее. И скачать их можно в том же самом магазине. В общем, можно замутить нормальные такие титры. Как видите, все полоски видео, текст и музыка находятся на таймлайне. Поэтому мы можем их изменять, как нам нравится. Например, укоротить текст так, чтобы он появлялся только в тот момент, когда нам это необходимо. Что еще из эффектов можем добавить? Мы можем рисовать. Выделим его на таймлайне и сделаем, чтобы он появлялся тогда, когда исчезает наш текст. Выбираем эффект с линиями. Нажимаем вот сюда и передвигаем его ровно в тот момент, когда заканчивается текст. Нажимаем ОК. А теперь давайте порисуем. Линии можно стирать, можно рисовать разные фигуры, можно делать так, чтобы линии появлялись, как от рукописного текста. Ну, в общем, много разного полезного вы можете с линиями сделать. Поковыряйтесь в настройках и сделайте такой эффект рисования, который вам подойдет лучше всего. И выбираем анимацию входа. То, как наши линии появятся. Также мы можем добавлять фотки и видео поверх нашего основного кадра. Добавлять эффекты, стикеры, но выглядеть это будет, конечно, совсем по-колхозному. И многое другое. Что касается эффектов, скачать их можно из магазина. Их очень много. Ну, например, применим мозаику. Эффект также появляется на таймлайне под звуком. Выбираем, где он будет применяться, как он будет появляться. И нажимаем ОК. Если необходимо, прямо на ходу можно сделать какую-то запись. Или, например, записать речь. Выбираем начало, нажимаем старт. И поехали. Всем здорова! Это Plushner Factory. Бум! И у нас появилась еще одна звуковая запись. А теперь давайте про самое основное. Редактирование видео. Здесь, в принципе, ничего сложного нет. У нас есть кусок видео. Выделяем его. И можем делать с ним разные эффекты. Например, отрезать. Покажем это на примере самого простейшего эффекта, который мы частенько видим в Инстаграме, либо в ТикТоке. Я ложусь под кровать. Дальше я выхожу и захожу из комнаты. А нам нужно отрезать кадр в тех моментах, чтобы казалось, как будто я ушел под кровать, а вышел из комнаты. Нажимаем «Обрезать» и выбираем то, как нам надо обрезать. Разрезать точки воспроизведения в нашем случае. Дальше еще момент, когда я ушел в комнату. Нажимаем «Обрезать». Нажимаем «Разрезать точки воспроизведения». Выбираем кусок, который нам не нужен. И слева нажимаем «Удалить». И в итоге получается. Нажимаем кнопку «Плей» и смотрим, как это происходит. Зашел под кровать. Вышел из комнаты. Класс! Отлично! Что мы еще можем делать с видео? Можем делать разные эффекты. Например, зум. Выбираем начальный эффект зума. То есть, насколько будет приближено в начале кадра. И конечный, насколько будет приближено в конце кадра. Нажимаем «Плей» и в итоге видео постепенно приближается. Такой эффект часто используется в разных фильмах, для того, чтобы привлечь внимание к конкретному действию или кадру. Также мы можем редактировать громкость. Есть эффект автогромкости, который позволяет избежать слишком высоких и низких шумов. Можно применять разные фильтры, как раньше было модно в Instagram. Но вряд ли вы будете делать это сейчас. Можем изменять скорость. Например, ускорить наше видео. Либо замедлить и сделать крутое слоумо, если вы сняли в большом количестве кадров в секунду. Например, 60. Пускать видео в обратную сторону. Делать винетку, что я очень часто делаю для своих видосов. Делать изменение голоса. Если вам, конечно, это нужно, вы можете превратить себя в бурундука, в робота, в монстра или во многое другое. Ну и так далее, так далее, так далее. Как видите, здесь есть много разных интересных эффектов, которые не всегда нам нужны в нашей работе. Если вам необходимо, вы можете нажать кнопку «Извлечь аудио», и тогда трек от вашего видео отделится и появится снизу. Его также можно будет редактировать отдельно. Я бы обратил внимание на несколько эффектов. Например, реверберация, что позволит ваш звук сделать таким образом, как будто вы сидите в радиорубке или в большой комнате. Это частенько можно применить классно к видео. И здесь есть свой местный небольшой цветкор. Конечно, он не такой крутой, как в DaVinci, но при этом добиться интересной картинки очень легко. Можно поиграться, добавить яркости, контраста, насыщенности цветов, изменить температуру, изменить тени. В общем, сделать так, чтобы ваш видос стал выглядеть сочно. Теперь работа со звуком. Выбираем наш музыкальный файл. Что нам нужно сделать? Правильно, нам нужно сделать музыку потише, чтобы она была на фоне. Я обычно делаю примерно 8-10%. Что классно, в Кайнмастере есть магазин с очень большим количеством бесплатных эффектов, разных футаджей, музыки, звуков, картинок. Конечно, некоторые из них, а может быть и половина, выглядят очень устаревшими, назовем это так. Но при этом найти под себя тоже удастся. Ну, кстати говоря, о зеленке, давайте поговорим, как сделать наш любимый хромакей в Кайнмастере. Скачиваем любую зеленку из интернета, либо берем прямо из магазина Кайнмастер, вот здесь. Я скачал хлопки рук, а дальше нажимаем слой, нажимаем мультимедиа, выбираем наш файл с зеленкой и добавляем на таймлайн. Она появляется под нашим видео на таймлайне. Выделяем зеленку, обрезаем то, как нам надо. Растягиваем на весь экран и ищем эффект под названием цветовой ключ. Нажимаем на него и нажимаем включить. А дальше с помощью настроек регулируем так, чтобы ваша зеленка максимально хорошо отображалась поверх футаджа. Отлично, похлопаем самому себе. Похлопаем. А дальше расскажу, как сделать переходы между вашими кадрами. Как видите, между ними всегда есть вот такой вот плюсик. Нажимаем на него и выбираем тот переход, который вам больше всего нравится. Либо опять же, скачиваем его в магазине. И вуаля, наш переход работает. Мы получаем топ-тир видео с крутейшими эффектами. А я вас, друзья, был всех очень рад видеть. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось видео. Это реально помогает продвигать видосы. Пишите комментарии. Все, что угодно. Просто напишите что-то снизу. Творите добро, творите креатив, творите что-нибудь, творите. А теперь это реально можно делать просто из кармана, по пути, в метро, или в электричке, или где угодно. За рулем этого не стоит делать, потому что получится фиговый монтаж. Всем пока. До новых встреч.